Всем доброго времени суток, друзья! Это с вами Максмар. Это 18-я часть нашего прохождения сталкер-модификации фату-пс-хи. Мы с вами... Мы остановились на квестах добыть Олесе конфеты, коньяк, плюс медику отнести... Плюс отнести медику... Не медику, а как его... Ученым отнести пакет с этими... с оторванными конечностями мутантов. Ну, биоматериал, короче. И... И что-то еще. А, у Гудвина мы сейчас заберем этот... контейнер. Так, это выбросим, чтобы быстрее бегать можно было. Здорово, Гудвин! О, Алекс, привет, что хотел? Склик сказал, что кейс забрать для ученых. Да-да, он же мне сообщил... сообщение скинул, только не сказал, что ты придешь. Ну что, давай кейс-то я пойду. Вот, держи, там все, что ученые заказывали. Заходи в гости, если что. Хорошо, Гудвин, как думаю, поохотятся на редких творец. Ну что, двинулись до ученых? Так. Состояние у нас, конечно, очень ухудшилось. Прям совсем. Три целых квеста. КПП, КПП и... Ну, фирме, три человека. Отдать кейс. Потом обратно прийти к Склику и Олесе. Добыть конфеты и... И пиво. Вино. У нас все так же ключик от недосыпания. Вот до чего работа доводит. Человек работает, работает. И не спит бедный. Деньги ему так сильно нужны. Молодец. Настоящий труженик. Ну что, это мы заговорим о старой КПП? Мы почти дошли до КПП, только я его что-то не вижу. А вон его там. Время 0051 на часах. Молния, идёт дождь. А мы без палатки, без спадного мешка. Голодные, холодные, промёрзшие, блядь. Идём и достаём такими усилиями для Олески коньяк и конфеты. А я думаю, если будет так, а кто тут есть? Один человек труп? Он нам уже труп? Не понял. Что написано? Понятно. Понятно. А это что с Олёбом? Здравствуйте, родник. Каким ветром зависло тебя в наши края? Э? Ой, здрасте. А вы извините, кто вы и что у вас с лицом? Здорово, сталкер. Не боись, я не кусаюсь. Это всё зона. Меня отшельником зовут. Я с мёртвого города сюда пришёл по делам. Тут передохнуть решил. Здороват уже, силы не у тебя стали, что-то. Ладно, отец, отдыхай. Меня Александр, кстати, спать. Честно сказать, если бы ты не заговорил, я бы тебя за зомби принял. Ух. Так, отец, один вопрос к тебе. Что такое? Я спрашиваю. Я не знаю. Ответу подскажу. Здесь на КПП наёмники обитали. Каят, у них вино бывало и конфеты. Не попадались к тебе? Может, он какое здесь находил? Странный у тебя вопрос. Ладно бы там про оружие или артефакты какие спросил. А ты вон чего? Девушки. Невеста здесь у тебя имеется? Да нет, какая невеста. Просто друг. Я, можно сказать, обидел её. Вот и хочу загладить свою вину. Так что скажешь? Нашёл что? Или нет? Или не нашёл? Друг говоришь. Давай так. Я думаю, смогу тебе помочь. Но и ты мне помоги. Я сюда за своим схором пришёл. Давно делал. Ещё так было. Как стал таким? Схором недалеко от Янова. Там полустанок есть. Найдёшь его. Увидишь люк под землю. Подвальчик вроде. Вот в этом подвальчике рюкзак. В нём всего лишь консервы. Хорошо, что ты туда пришёл. Сам понимаешь. Мне туда в таком виде идти опасно. Пристрелять как зомби. Разбираться не будет. Ночью идти тоже опасно. Я уже не так сильно густ. Притащила эти продукты. А я, по-моему, тебе не переживаю. Так без проблем. Я скоро вернусь. Или отказаться. Хозяин. Встреча с наёмниками всё готово. Будьте аккуратны. С какими наёмниками? Интересно, конечно, морда. Теперь четыре человека. Так, а куда он нам сказал идти? Наверное, даже не знаю, куда пойти-то лучше. Давайте тогда пойдём к Тёмину. Узнаем у него. Завесил уж не... Ну, отдадим ему кейс, вернее. В кейсах, что это становится всё больше и больше. Не кейсов, а заданий. Ну и наёмники, конечно, меня как-то настораживают. Очень интересно узнать, какие это наёмники и что за хозяин такой. Кстати, Филарет подписался, что... Ну, этого квеста не было, потому что был Крашенжи. Это не квест, а такого разговора, что Филарет возьмёт и узнает, что за хозяин и где его можно найти. Так. Мы уже почти дошли. Еле как плетёмся, у нас нет выносливости, мы сонные как муки. Даааа, тёмно! Так. Надо побыстрей, побыстрей. Пока вообще не сдохнул от того, что спать охота. заходим так с ним попали длиннган так а с ним второго сержанта, вот я снова увиделись как сам то? Привет, Олег, вроде все нормально, ты к ученым? Кстати, я рассказал Демину про ту аномалию, он заинтересовался Та, я к профессору Демину, передать нужно кое-чего Ладно, сержант, давай, увидимся До встречи Здравствуйте меня зовут Алекс, я от Склифа, заказ принес Здравствуйте, Алекс, я профессор Демин, рад знакомству Склиф попросил меня забрать сумку с медикаментами Да-да, конечно, она уже готова Склифу скажите, что там все, что он просил Ну что же, вот кейс, мне, наверное, пора Алекс, а вы не хотели бы подработать на науку? В принципе, можно, почему бы и нет? Что, блядь, произошло? Я так и не договорил, это есть работа типа Я что-то не понял, что это было только что? Ну, антиби, не понял Не понял Что было? Пить охота Заказ принес, Склиф попросил Почему бы и нет? Объясняйте Что я могу сделать, чтобы поставить свой, так сказать, след в науке? Алекс, ничего сверхнового, просто заняться тем, чем занимается Сталфу Ну, раз так, тогда давайте рассказывайте, что и как нужно сделать Алекс Алекс, необходимо достать очень редкий артефакт Называется он цветок жизни Это очень редкий артефакт и очень дорогой Но мы знаем, где его можно достать в данный момент Очень интересно, где же этот чудо-прайст оставит? Найти этот цветок можно в так называемом лозисе Но будь очень осторожен Цветок жизни, уж не знаю как, но притягивает к себе мутантов Вот мы и хотим выяснить эти же чип артефакт И еще, поблизости от лозиса был замечен один довольно редкий вид мутанта Кувит смерти Алекс, тебе нужно будет принести часть его тканей для исследования Ну что, справишься с этим? Попробуй, как говорится, двум смертям не бывать О, одно и не миновать О, что я заметил Кстати, нас больше не глючит Мы, походу, отрубились и отоспались Ай, админ, хорошо продумал этот ход А я подумал, что мы уже сдохнем просто Просто сдохнем с, как сказать, с голоду А не с голоду, а потому что не спим Так, терпинки какие-то, блять Опять прогрессовывается карта То есть он, похоже, после того, как карта спица тоже прорисовывается постоянно Происходит по непонятным причинам это все Ну, вот опять То есть смена ресурсов там Дня на ночь Так, а что у нас здесь? А, ну мы же идем с клипу точно заканчивать наш квест Отдаем ему мусор А, ну не, ящик с медикаментами Так, что интересует? Так, мне интересует чай Так, можно теперь покушать Старивать ключи мы не будем У нас его и так много Так, что Все стало сейчас нормально Нам больше не ключит Это уже хорошо Сейчас запьем И все будет у нас хорошо 5 кило с лукас медикаментами Ну вы как дети прямо Опять дырка Привет, склип Я вернулся Привет, Алекс Ну как, все нормально? Кейс передал? Конечно, кейс передал Сумка вот с медикаментами Профессор образцами доволен В сумке все, что ты просил Ну и хорошо Вот держи это тебе Спасибо, склип Если что, обращайся Я пока здесь Запусуюсь Маучная аптечка 4000 Все, там Что у нас там еще осталось в квестах? Нет, здесь мы не можем взять квест Так, а К этому мы тоже не можем обратиться Так, куда же идти Я что-то потерялся намного А, ну Так, нам же надо к этому Я собыл Нам надо достать сумку Кончерами Кофе прямо на землю вылились Ну, нервы мои тогда не выдержали Схватил я гранату Сорвал чек С этими поговорить нельзя Зачем они туда ездили? Да вот барматун-то тот Оказался непрост Гранату через полсекунды Мне назад верну Я только и успел Что на землю бросил Чувак, ну ты такие истории рассказываешь Барматун какой-то Как? Бабахнет? Пиздец Да по-любому бы ты не отделался одной конкузией Если ты отдал F1 тогда в трубу От тебя вообще нет Ты вообще сейчас не сидел бы тут Если бы не рассказывал свой Бред Фана придумал И всякая Плэт и басни какие-то Так, что у нас тут? А, где-то же здесь Этот люк, бля Контейнер Контейнера люк С консервами Для того Для того урода У которого нет лица Зомби, короче Половина зомби Полузомбик Так его надо Полузомбик И с болью, бля По-другому еще Половинбурка Самой еще какую-нибудь Собаку таскать Как в фоллауте Ведь коллег смерти Это все вроде Из фоллаута Почему бы Собаку Нам не это Какие-нибудь Кнички Или нет Почему бы и нам Собакой не повадить Было бы прикольно Иметь рядом с собой Какого-нибудь Мухтара Когда мы шарились Где-нибудь То Так На Юпитере Видели наемников Пока мы там где-нибудь Шарились Наш бы Мухтар Кушался бы С местными Этими Как они С местными С местными Отребьями Всякими Кусали бы Без всяких Сталкеров Неугодных нам Защищали бы В общем Кстати Пес из фоллаута Он вроде Бессмертный Я там играл Какие-то части Я не помню Но тоже Прикольная игра И кстати Вот кстати Есть Но он точно Не топый Ай Блять Они нас Страивают Это же Доберманы По пародии Собак Доберманов Так Здесь что ли Этот Схрон Песночка Или Не здесь А здесь Походу Ничего Нету Блять Зря Сюда Припёрся А может И не зря Нет Всё-таки Хас Создавится У меня Впечатление Что всё-таки Зря Я просто Не помню Где-то Здесь же Был Недалеко Совсем От этой Пазы Люк Я не помню Где он Тот Который Шёл Под землю Где-то Здесь Блять Или там Точно Я вспомню Он Находится Вон там Так Здесь Аномалия Пойдём Так Семь Семь Человек А кто Это Ой Блять Наёмники Ветеранов Так Тьфу Патронов Не жалко Давайте Тогда Сужья Попробуем С ними Разобраться Только Очень Осторожно Так Они пока Тупят Очередные Наркоманы Ничего С этой Резвы Наркоман Что Ли Отдохни Человек Не Палься Всё Влёк Минус Один Минус Тупое Паша Пакойник Отракал Свою Свою Кличку Ещё Трое Осталось Те ещё Три А вот Ещё Два Придурка Были Та Всплыли А ещё Один Те А чё А чё Вефест Интересного Ничего Нету Сигарета Палкер Энергетик Понадобит Ничего Нету Из-за скелета Монолита Нам не нужен О Минус Хороший Артепакт Слышь Браток Помоги Хорошо Сейчас Поможу Как тебе моя помощь Понравилось Всё Антирадиционные препараты В всём освещении Кликуха Что-то он не совсем Похоже был на освещение Как стрелял У нас Как угорелый Так Вот он этот люк О А это Так а где сумка Рюксак Здесь что ли Где это Всё Вернусь К отшельнику Больше ничего Здесь нет Ну там Ничего нет Для нас Ничего Совсем Совсем нет Совсем Ничего Не прятано Ну хотя бы Кулик На винторез На Автомат Вал Жалко Что Нету О Зато У нас Появились Жрущие Останки Труков Наемников Химеры Сейчас Как на охоте Побывали Всё Тупая Химера Но Она здесь Не одна Окажется Вот Её Подруга А Мы Любовна Даже У них Ничего Нет Всё Значит Давайте Вопрощаться К Морде К этой Так Остаётся У нас На благо Науки Проверить Оазис И Вернуться К И Вернуться К Железной Морде Он Он Нам Должен Отдать Рюкзак Который Попросила Притащить Отшельник Он Нам Должен Отдать Вино И Конфеты Я Представляю Если бы Наемники Не Тупанули Блять Это Было Это Бы Надолго Бы Разошло Уполнение Должен Здесь Недавно Нашел Труп Наемника По Документу Мансур Киллер На Юпитер Наверное Мансур Собой Документы Таскает Специально Сделал Себе Такие Документы Чтоб Он Киллер Так А Продать Лебед Чем Нужно Что Интересует Не У меня Нет Настроения Болтать Не У У Я нет Настояния Молкать У 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 К У У У У Отдадим бедному полу зомби его шмюю крючево, а пиво нам уже не понадобится, так как состояние наше улучшилось. Я думал просто, что пиво состояние улучшилось, а оно не улучшилось, так как ухудшилось. Но всё равно меня что-то задевает, тот факт, что у нас при наличии всех артефактов всё равно большой перегруз, очень большой тяжесть, мы тащим. Что бы выкинуть такого? Может арбалет? Или патроны? Давайте выкинуть прицел, наверное, да? Так, мы уже пошли до железной морды, дошли. Отшельник вернее. Ну, может, у него, конечно, так себе. И где? Ну, вот вроде всё. Вот рюкзак и консервы на месте. Как сходил? Всё нормально? Что-то потрёпанное какое-то. Да так, было пару перчиков, а в остальном всё нормально. Ну, хорошо. Так, значит так. Вот. То, что тебе нужно. Вино. Я, правда, здесь нашёл. А вот конфеты. Конфеты доставил Ньютон. Вот он идёт. Не пугайся только. На ком здесь. Держи рюкзак. Что там за друг и почему я могу его испугаться? Ну, где твой друг? Матерь Божья. Так, а чё такое? Тьфу, блядь, контролёр. Здравствуй, сталкер. Там встречи? Матерь Божья, контролёр, вы чё это задумали? Я просто так не стану, старый. Ты чё это удумал? Какого хера тут делает этот коловастый? Да успокойся ты. Это не контролёр. Вернее, совсем не тот контролёр, которого ты себе представил. Это мой друг звать Ньютон. Что я, что он. Мы впоследствии зонные. Хотя и потеряли вид обычных людей, но мозги остались в норме. Такая вот шутка зонная. Хотя сами виноваты. Не дружно лезть туда, куда тебя не пускают. Побесели с ним. Ньютон с радостью отдал тебе эти конфеты. Когда узнал, что они для девушки. Не бойся ты его. Наверное, я никогда не привыкну к тому, что здесь происходит. Мистика реальная. Да ладно, отшельник, спасибо за помощь. Пообщаюсь я с твоим карифаном. Так и быть. До встречи. Да уж. Старого нет. Он никогда бы не подумал, что буду с контролёром разговаривать. Алекс. Будем знакомы. Типа. Выгляжу я, да, как контролёр. Но не совсем он. Могу, конечно, кое-что. Но до настоящего мне далеко. Спасибо за конфеты выручил. Я уже не думал достать зонику. Таких сладостей. Да не было что. Это мне один знакомый учёный позвонил. За помощь, так сказать, науки. Хотел съесть. Люблю сладкое. Но оставил. Как знал, что пригодится, а не для хорошего человека. А Лизка хорошая. Она добрая. Это так звать ту девушку. Извини за любопытство, но что с тобой случилось? Был как-то и ты как сталкером. И в одно из вылазок вляс какую-то азамарию. Убитель на меня не убил, а вот подхватил я в ней какой-то мутаген. Затем стал замечать, что слуха обостряется. Изменения на коже пошли. Да что там всё описывать? Стал тем, кем стал. Уже ничего не вернуть. Значит, так нужно было в зоне. Потом. Познакомился с отшельником. Оказалось, что он тоже что-то подхватил и измелился. Вот теперь мы с ним часть зоны, в которую так стремились. Кстати, про тебя по зоне тоже слухи идут. Что справедливый, смелый. Я тебе уважаю. Зона к тебе благосклонна. Помни это. А на это, кому так благовели. Вот возьми. Это лично от меня пригодится. Мы пока здесь побудем. Тут вроде спокойно. А я и смогу отпугивать лишних от этого места. Да уж, интересная у тебя жизнь получается. Ну ладно, я пойду. А Лиску удивлять мне пора. Что ещё? Алекс, просьба у меня к тебе будет. Поможешь? Ну. Посмотри, что за просьба. Если в моих силах, то помогу. То такое дело. Мои дедушки и бабушки с этих мест жили они в деревне Копачи. Слыхал о такой? Я каждое лето у них на каникулах отбегал. Даже как-то жил полковые годы без выезда. Мать с отцом молодые были. Работали. Я болел часто. Только они меня сюда отправили. На свежий. В то время воздух. А в деревне у бабушки молочко. Свою сметанку, здоровая и полезная пища. Эх, где-то детство. Так это понятно. Чё дальше? В Копачах один дом остался целый. Это как раз дом моих бабушки и девушки. Я совсем хотел туда пробраться, но меня как будто что-то не пускают на территорию этой дежурной. Зона вещь странная, сам видишь. Вот во что я превратился. И что там в Копачах я не знаю. Я видел там зомбированные броди. Как только я зашёл в деревню, у меня такие адские боли в голове начали, что я аж на землю упал и кататься от боли начал. Еле выпался оттуда. Я прошу тебя оставить тот дом. Может чё найдёшь там из моего детства? Игрушка или фотка какая старая? В доме как стариков не стало никто не жил. Продавать его родители не стали. Так и стоял до аварии. А конечно скажу так и дит. Ох пиздец. Так чё у нас там за фальтбук? Так ещё я... Так, а чё он нам дал бабки бюлера? Плюс сто, минус семь. Минус триста пятьдесят семь. Нормальный артефакт. Пуль в стойкости плюс деск. Очень хороший артефакт. Очень сложно так отспучивать конечно. Но что ты поделаешь? Приходится. Так, какое тут можно снять чтоб бабки бусы одеть бабки на бусы? Давайте идти им этот ненужный для нас радио... Как он? Радиосканер? Или как блять? Непонятно короче что-то. Как он блять? Детектор аномалии вот. Сходим на Капачи? Но вначале сходим до Олеськи. Или всё-таки сходить на Оазис? Аж не знаю, что будет. Давайте всё-таки пойдём туда, к тебе поближе. То есть попробуем... Пойдём на Оазис. Побудем им цветок жизни для Тёмина. Коробка конфит конечно прикольная. Нам контролер отдал свою коробку конфит. Точно контролер. Чувствовал он всю эту тему что ли? Что из-за качества микрофона кстати? Так как блять у меня нет такого микрофона. Приходится на обычный записывать. Естественно на нём и звук будет хуже. Даже через все эти программы, которые я обрабатываю звук. Ну как я их обрабатываю? Я просто обрабатываю. Я беру звук. Очищаю от помех. И всё. То есть никакой обработ... Так сюда мы теперь зайти не можем. Давайте попробуем с другой стороны. Так может быть мы можем через... Отсюда сможем может быть забраться. А если блять улыбался? Так здесь мы пойти тоже не можем. О придумал. Может здесь где-нибудь зайдем вот здесь? Или может быть схрон какой-нибудь тут есть? Нет. Ещё нету. А жалко. А тут же вход с этого. Как он? С депо. Пойдёмте к депо спустимся. Там войдём. Нас там ждут заандырованные. Давайте успокоим. Очередную парочку. Зомбей. Кстати, а чё там интересно есть? Кто это бегает? Да ещё так быстро. Я думаю эта хрень не к нам бежит. Ладно. Поехали. А вот и тут пиццы. Здорово. Передавайте привет своим остальным зомби. А ещё есть. Всё. Больше никого не осталось. Один человек. Тебя, наверное, из пистолета можно просто расстрелять. Да ты какой-то неубиваемый, сука. Попыхай, блядь. Всё. Выбрасываем. Их не нужно. Хар уже. Пока, интересно, у меня патроны есть на него. Наверно, нету. Так, ещё здесь пасарим сюда. Мож тут как-то это не будет. Или нету? Не панет. Не панет. Не панет. Наверно нету. Здесь тоже ничего нету. А жалко, что нету. Хоть бы какой-нибудь пушка валялся. Или патрончики. Мне бы были очень нужны для... Патроны для автомата вала. Так. А здесь у нас что-нибудь есть? Ход какой-нибудь. О, зато здесь вход есть. Этот вход там чё, никуда не ведёт? А, он ведёт сквозь текстуры. Чё-то мне падать неохота. Так, здесь тоже ничего нет. В общем, понятно. Ну что ж, друзья. На этом заканчивается наше прохождение. Я думаю. Будем прощаться. Увидимся с вами в девятнадцатой части. Нашего прохождения. Оставайте комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Всего доброго, друзья. Увидимся в девятнадцатой части.